Здравствуйте, ребята! Сегодня я проведу урок по информатике и информационным технологиям для 11 класса. Тема наша сегодня будет «Проблемы безопасности информационных ресурсов в интернете». Целью нашего урока сегодня познакомить вас с проблемами безопасности информационных ресурсов в интернете, дать понятие симметричного и асимметричного шифрования, рассмотреть алгоритм создания открытого и закрытого ключа по методу RSA, и также мы рассмотрим с вами алгоритм расшифровки и зашифровки текста по методу RSA. Но в первую очередь мы давайте с вами повторим. На прошлом уроке мы с вами прошли программу BrentMauer и познакомились с наукой криптологии. Итак, программа BrentMauer — это программа, которая управляет потоком информации между двумя частями сети путем фильтрации потока по содержанию или по адресу. Наука-криптология. С латинского «cryptos» означает «скрытый», а «logos» — это «наука», которая изучает разработанные в течение многих веков методы защиты информации и создает новые методы. Также мы с вами рассмотрели метод системы шифрования, метод сдвига алфавита Гая Юлия Цезаря. Также мы рассмотрели с вами метод трафарет итальянского математика Джералама Кардану. Любой вид деятельности в интернете, движение финансовых средств, заказ услуг, оплата пластиковой карточкой, заказы товаров, общение в социальных сетях, чтение новостей в популярных сайтах — все это связано с информацией. И информация, передаваемая по интернету, проходит через сотни устройств, в которых они временно хранятся для обеспечения бесперебойной передачи. И в каждом из них могут возникнуть угрозы целостности и скрытности. Итак, что же такое интернет? С одной стороны, интернет — это обеспечение доступности информации. С другой стороны, это информационная безопасность, которая ограничивает нас в доступе информации. И что же нам в этом может помочь? А в этом помочь нам может методы криптографии. Итак, что же такое криптография? Криптография — это раздел науки криптологии, и занимается криптографией созданием новых шифров. Итак, какие же у нас современные методы шифрования существуют? Симметричное шифрование и асимметричное шифрование. Метод симметричных закрытых ключей требует, чтобы ключи были известны только отправителю и только получателю. Давайте с вами более подробно рассмотрим... Шифрование — это процесс, которым информация шифруется таким образом, что лишь определенное количество людей может ее посмотреть. Существует два основных метода шифрования — симметричное и асимметричное. Давайте для начала рассмотрим симметричное шифрование, чтобы понимать, зачем было создано асимметричное шифрование. У Алисы есть важный документ, который необходимо отправить Бобу. Она использует программу для шифрования, чтобы защитить этот документ с помощью пароля или специальной фразы, которую она выбрала. Далее она отправляет зашифрованный документ Бобу. Однако Боб не может открыть данный документ, так как он не знает пароля, который использовала Алиса для шифрования. Простыми словами, у Боба нет ключа, чтобы открыть замок. И тут появляется серьезная проблема. Как Алиса может безопасно передать пароль от документа Бобу? Отправка пароля через e-mail достаточно рискованна, так как третьи лица могут перехватить пароль и использовать его для расшифровки любых сообщений между Алисой и Бобом. Это именно та проблема, которую асимметричное шифрование намеревается решить. Это сравнило с почтовым ящиком на улице. Почтовый ящик доступен всем, кто знает его адрес. Можно сказать, что местоположение почтового ящика полностью публично. Любой, кто знает его адрес, может положить туда письмо. Однако только владелец почтового ящика имеет ключ, чтобы открыть его и прочитать письма. Теперь давайте вернемся к техническим деталям, используя симметричное шифрование. И Абоб, и Алиса должны сгенерировать пару ключей на своем компьютере. Наиболее популярным безопасным методом генерации ключей является RSA-алгоритм. Этот алгоритм генерирует публичный и приватный ключ, которые математически связаны между собой. Публичный ключ может быть использован для шифрования информации, и только определенный приватный ключ может быть использован для ее расшифровки. Учитывая то, что оба ключа математически связаны, приватный ключ не может быть получен с публичного. Другими словами, если вы знаете, чей это публичный ключ, то вы сможете получить его приватный ключ. Теперь давайте рассмотрим, как Алиса и Абоб будут использовать асимметричное шифрование для безопасной передачи информации. Они начинают с того, что обмениваются своими публичными ключами. Абоб дает свой публичный ключ Алисе, а Алиса свой публичный ключ Бобу. Теперь Алиса может отправить важный документ. Она шифрует документ, используя публичный ключ Боба. Затем она отправляет зашифрованный файл Бобу, который использует свой приватный ключ для расшифровки документа. Таким образом используя асимметричное шифрование. Только Боб может расшифровать зашифрованный документ. Даже Алиса не сможет расшифровать данный документ, так как для этого необходима только приватный ключ Боба. Надежность асимметричного шифрования теперь лежит на плечах Боба и Алисы. Они должны держать свои приватные ключи в надежном защищенном месте, чтобы доступ к приватному ключу у Алисы был только у Алисы, а к ключу Боба только у Боба. Если злоумышленник завладеет приватным ключом Алисы, то он сможет расшифровать все сообщения, которые были расшифрованы с помощью ее публичного ключа. Однако злоумышленник не может расшифровать сообщения, исходящие от Алисы, так как для этого нужен приватный ключ Боба. Асимметричное шифрование используется во многих случаях, где безопасность действительно имеет значение. Возможно, вы знали, что каждый раз, когда вы находитесь на сайте HTTPS, вы используете асимметричное шифрование. Асимметричное шифрование также используется для защиты электронных сообщений с помощью PTP или GPT-протокола. И последний пример. Биткоин также использует асимметричное шифрование для того, чтобы убедиться в том, что только владелец средств может снимать или переводить биткоины со своего адреса. Теперь вы знаете, как работает асимметричное шифрование и в чем его отличие от асимметричного шифрования. Итак, алгоритм RSA. Алгоритм RSA – это название произошло от ученых, которые создали данный метод алгоритма. Итак, буква R – это Рональд Ривест, буква S – это Ади Шамир и буква A – это Леонард Адлема. Все эти ученые, которые занимаются наукой криптологии и криптоанализом. В настоящее время широко используется метод RSA, свободный от недостатков методом с симметричным ключом. Скрытность, широко используемая в банковской и других системах электронной подписи, обеспечивается различными модификациями данного метода. Итак, давайте рассмотрим более подробно алгоритм создания открытого и закрытого ключа по методу RSA. На первом шаге нам необходимо выбрать два простых числа – А и Б. На втором шаге необходимо вычислить произведение данных чисел. На третьем шаге мы вычисляем произведение данных чисел, причем А минус 1 и Б минус 1. Затем нам нужно выбрать такое случайное число D, чтобы оно принадлежало натуральным числам, и D должно быть обязательно меньше S. В свою очередь, D должно быть еще взаимно простым числом к числу M. И на последнем шаге, на пятом шаге, нам необходимо определить число E. Число E получается таким образом, что нужно найти произведение D на E и затем разделить на M. И если у нас в остатке будет единица, значит число E мы подобрали верно. В итоге у нас получаются два ключа. Открытый ключ – это ES, и закрытый ключ – это DS. Теперь давайте с вами рассмотрим алгоритм зашифровки и расшифровки текста по методу RSA. Для этого нам потребуется открытый и закрытый ключ. Чтобы зашифровать текст, мы будем его зашифровывать открытым ключом, а расшифровывать текст мы будем с помощью закрытого ключа – DS. Итак, на первом шаге нам необходимо текст разбить на блоки, так чтобы каждый из них можно было заменить числами. Причем числа должны лежать в диапазоне от 0 до S минус 1. Второй шаг. Теперь зашифруем число N и T числом C и T. Таким образом, что N и T в степени E по модулю S, где E – это значение открытого ключа. Теперь зашифрованное число C и T будем расшифровывать закрытым ключом DS. По формуле N и T равно C и T в степени D по модулю S. Итак, давайте рассмотрим, какие же условия создания закрытого ключа у нас должны быть. Ну, в первую очередь необходимо выбирать два очень больших простых числа, например, числа 124-битные, так чтобы они были не очень близки и не очень далеки друг от друга. Затем, чтобы наибольшие делители чисел A минус 1 умножить на A минус 1 и B минус 1 умножить на B минус 1 были как можно ближе друг к другу. Ну, и чтобы не допустить раскрытия закрытого ключа, обычно в качестве числа E берут простые числа Ферма. Это 17, 257, 65, 537. Теорема Ферма – формула для того, чтобы эти числа создавать. 2, 2 в степени еще N плюс единица, где N принадлежит натуральным числам. Итак, сегодня на уроке мы с вами познакомились с проблемами безопасности информационных ресурсов в интернете, рассмотрели понятия симметричного и асимметричного шифрования, также познакомились с алгоритмом создания открытого и закрытого ключа по методу RSA и также рассмотрели алгоритм расшифровки и зашифровки текста по методу RSA. Нашим домашним заданием сегодня будет урок 30, страница 111 письменно, в разделе «Вопросы и задания» ответить, в чем заключается критерий скрытности методом симметричного шифрования, и второй – объяснить алгоритм формирования ключей по методу RSA. Спасибо за внимание. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин